МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В электронном виде через личный кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг, так и лично подав заявление в территориальном органе ПФР или МФЦ. Граждане также могут отказаться от зачисления выплат на банковские карточки и перейти на доставку через Почту России или получить пенсии через банк не на карту, а на вклад. Также с 1 июля на карту МИР будут перечислять пособия по беременности и родам. При постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты на третьего и последующего детей до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет. По действию требований законодательства попадут социальные выплаты безработным гражданам и выплаты для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Подведены итоги конкурса. Серафимовский учитель. Лауреатами педагогической премии стали 30 участников. Специальная премия у 17 педагогов. 122 человека получили поощрительную премию. Среди них саровчане Мария Щучкина, воспитатель детского сада номер 37, и Юрий Чеснов, учитель лицея номер 3. Благодворительный фонд преподобного Серафима Саровского проводит конкурс «Серафимовский учитель» с 2005 года. За это время в нем приняли участие более 2,5 тысяч педагогических работников из 72 субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Традиционно заявки на конкурс присылают саровчане. В этом году впервые решил поучаствовать с серафимовским учителем и педагог лицея номер 3 Юрий Чеснов. Это какое-то некое братство людей, для которых важно то, что они воспитывают в детях и вот такое трепетное отношение к своей истории, доброту, любовь, терпение и умение понимать друг друга, патриотизм не на пустых каких-то таких показушных акциях, а именно на конкретных событиях, конкретных людях. Поэтому вот хотелось как-то прикоснуться, наверное, к этому братству, что ли. Потому что я считаю, что, наверное, вообще каждый учитель он серафимовский. То, что у нас в профессии по-другому нельзя. На конкурсе Юрий рассказал о Музее Победы в родном лицее. Этот музей основали практически сразу, как открыли школу. Сначала это был классный уголок. Спустя 18 лет накопилось столько экспонатов, что для коллекции выделили отдельное помещение. Учителя, которые работали в то время, сами воевали. Они сделали все, чтобы память о той страшной войне и героизме наших соотечественников, отдавших жизнь за Родину, сохранилась. Сейчас пополнять экспозицию помогают друзья музея, представители общественной организации «Дети войны» и люди, которые занимаются раскопками на местах боевых действий. Музей действительно живет, обновляется. Каждый фактически год у нас появляются новые экспонаты, очень интересные, редкие, которых я, побывав в разных музеях, не во всех видел. С последних раскопок они привезли под Демянском гранату особого образца в днем еще Первой мировой войны. Как она попала на фронт Второй мировой войны под Демянском, тоже никто не знает. Есть музеи предмета солдатского быта, сделанные вручную из жестяных банок. Боевой листок, военная техника, остатки взорванного советского самолета. За время пандемии музей немного реконструировали. Сейчас он вновь готов принимать посетителей. Находишься, когда в музее, тут, в общем-то, нет возможности соврать. Просто даже не сможешь это физически сделать, когда на тебя смотрят все вот эти поколения, глаза ветеранов, которые столько настрадались. Здесь ты действительно искренний. В будущем Юрий Чеснов хочет создать виртуальный макет музея, чтобы возможность познакомиться с экспозицией была не только у жителей нашего города. Егодина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Глава города Алексей Сафонов вручил заместителю директора Департамента архитектуры и градостроительства администрации Евгению Мировшину благодарственное письмо Института развития агломерации Нижегородской области. При участии Евгения Мировшина был реализован проект создания поселка многодетных. На улице Нижегородской, кроме того, он активно участвует в разработке проектов развития застроенных территорий. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области обнаружили южноафриканские, индийские и британские штаммы COVID-19. Об этом написал Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Инстаграм. По словам министра здравоохранения, избежать заражения можно лишь делав прививку от коронавируса. Ранее Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что коллективный иммунитет нижегородцев к коронавирусу достиг 32%. Вакцинацию прошли 380 тысяч человек. В нашем городе на 10 июня привились 13 581 человек. Из них двумя компонентами вакцины 11 637 человек. Тем временем в России продолжается рост заболеваемости COVID-19. За последние сутки диагностировано 11 699 случаев заболевания. С 22 августа при покупке полиса ОСАГО больше не потребуется диагностическая карта. Депутаты приняли во втором чтении, а 15 июня рассмотрят в третьем окончательном чтении поправки в закон об ОСАГО. А также в закон о безопасности дорожного движения. Согласно этим законам, страховщики не будут проверять информацию о прохождении техосмотра, а также о наличии диагностической карты. Россия с 10 июня возобновила регулярные авиасообщения с Австралией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, чертанные рейсы будут летать в Албанию. Помимо этого, наша страна увеличит количество рейсов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грецию, Египет, Катар, Сербию, Таджикистан и Узбекистан. Для всех выпускников страны состоится широкомасштабный праздник Всероссийский студенческий выпускной 2021 с наукой в сердце. Организаторы мероприятия – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Всероссийский студенческий выпускной проведут в смешанном формате – онлайн и офлайн. Запланировано свыше 10 праздничных и деловых мероприятий. Все они будут посвящены Году науки и технологии. Дополнительную информацию можно узнать в группе с РФТИ ВКонтакте и на сайте вуза срфте.ру. Городские пляжи приняли, все недочеты устранили. На озере протяжном пруду Боровом каждый день дежурят спасатели и медики. Однако безопасность наводных объектов в первую очередь зависит от самих отдыхающих. Как и правило, необходимо соблюдать, чтобы избежать трагедии. В жаркую летнюю погоду многие отправляются отдохнуть к водоемам. Прохладная вода помогает спастись от палящего солнца. Ученые уже давно признали плавание одним из самых простых и эффективных видов спорта. Купальный сезон уже открыт. Официальные купальные зоны в городе – это озеро протяжное и пруд Боровое. На этих озерах, в местах купания, которые обозначены аншлагами, проверена акватория, то есть дно, посторонние предметы убраны, то есть все там чисто, все хорошо. Обозначены места купания, ограждение стоит, находится станция спасателей, которая постоянно там дежурит. Однако на водоемах нужно быть осторожным, чтобы отдых не превратился в трагедию. Причин несчастных случаев на воде несколько. Например, детей оставляют без присмотра, купаются в запрещенных или не оборудованных для плавания местах, либо плавают в состоянии алкогольного опьянения. Есть ряд правил, которые спасатели рекомендуют соблюдать. Человек лежит, лежит, загорает, загорает, решил искупаться. Ни в коем случае нельзя резко забегать в воду, потому что организм нагрелся, резкое переохлаждение чреват последствия. Спокойно зашел, потихонечку зашел, плоснулся, потом можно поплавать. Запрещено подплывать к любым транспортным средствам, заплывать за бойки, а также нырять в незнакомых местах. Анна Пилипет, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, Служба новостей, Саров, 24. Три первых места заняли воспитанницы Анны Козловской на национальном отборочном туре международного танцевального проекта Dream Dance Fest. Дипломми лауреата первой степени жюри отметили танцы «Сердешное», «Под крылом» и «Черный ворон». Подробности в следующем репортаже. Три первых места и приглашения выступить на фестивале в Белоруссии. Результат очередной конкурсной поездки студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки». Воспитанницы Анны Козловской побывали в Москве на национальном отборочном туре международного танцевального проекта Dream Dance Fest в рамках фестиваля искусств «Славянский базар», где показали свои лучшие номера и профессионализм. Нужно сказать, что в этом проекте нет разделения на категории. То есть никто не смотрит на то, что ты представляешь дворец творчества, дополнительное образование. Ты соревнуешься вместе с народными коллективами, заслуженными коллективами, с театрами танца, с балетными академиями всяческими. Ну то есть всех судят одинаково, независимо от того, какой уровень и статус у твоего коллектива. Национальный отбор Dream Dance Fest проходил в деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в России. Конкуренцию с воровчанком составили 500 человек из 18 городов России. Воспитанницы Анны Козловской представили международному составу жюри три танца, один из которых – «Черный ворон». Выбрали для участия в 30-м международном фестивале искусств «Славянский базар». Мы приехали на конкурс, привезли три наших танца. Там было очень красиво. Мы зашли, нам очень понравилось. Организация была на высшем уровне. Мы попробовали сцену, все было хорошо. Начали готовиться, настраиваться. Переживали, конечно же, потому что конкурс очень важный. Нам было важно показать себя хорошо. Виктория Филатова занимается танцами с детства. В студию эстрадной народной хореографии «Задоринки» пришла после окончания детской школы искусств. Девушка признается, что коллектив Анны Козловской подарил много положительных эмоций, новых друзей и уникальный танцевальный опыт. Очень проникновенные, наверное, танцы. Серьезные, глубокие. Не как у других коллективов. Есть просто такие веселые, здоровые. Здесь есть и грустные, и драматичные танцы, которые мне нравятся танцевать. Третий международный танцевальный проект «Дрим Данц Фест», где саровчанки смогут показать свое мастерство, пройдет 16 июля. В молодежном центре состоялась очередная игра «Что, где, когда». Две саровские команды приняли участие в 4-м бурманском асинхронном турнире «Ёрш». Вопросы для знатоков были разными. От кинофильмов до научных гипотез. На мероприятие побывала наша съемочная группа. В молодежном центре игроки саровских команд отыгрывали один из синхронных турниров по спортивному «Что, где, когда». Такие турниры проходят в течение недели по всей стране и за ее пределами. Ответы знатоков отправляют организаторам, которые составляют единую таблицу результатов. Сегодня конкретно мы играем турнир «Мурманский Ёрш». Это вопросы от мурманских знатоков под редакцией опытного редактора из Санкт-Петербурга. Главный приз турнира – «Мурманский Ёрш» от организаторов. За победу борются две саровские команды. Одна из них – «Манускрипт Войнича». В ее состав входят работники Федерального ядерного центра. На одном из турниров несколько лет назад был вопрос с таким ответом. На тот момент они не знали, что это такое, но им ответ этот так понравился, что они решили так называться. Вторая команда без стабильного состава. Большинство игроков раньше не играли вместе, однако это не помешало ей показать высокие результаты. Вопросы знатокам были разнообразными по тематике, начиная от фильмов и заканчивая научными гипотезами. Победители турнира будут известны через неделю. В Пушкинке стартовал летний сезон. Каждую среду в 14 часов в библиотеке будет проходить интерактивная программа «Библионии». Юных читателей ждет знакомство с новыми книгами, а также игры, конкурсы и познавательные занятия. Подробности в следующем репортаже. На смену уже знакомому посетителям библиотеки имени Пушкина проекту НЛО в этом году пришла «Библионии». Ребята разделились на команды, разошлись по площадкам, чтобы окунуться в удивительный мир историй. На столах лежали карандаши, ручки и листочки, чтобы дети проявили свою фантазию и воплотили ее на бумаге. Вместе с ребятами мы будем сочинять истории, читать истории, говорить истории. То есть самое главное в этом проекте слово «история». История, которая объединяет все, что нас окружает. Мы действительно будем говорить с ребятами об интересных книгах. Мы будем очень много всего с ними интересного, творческого делать на основе книжных историй. Форматы темы меняются, но одно остается неизменным. В центре внимания всегда книга. Библиотекарь делает все возможное, чтобы дети полюбили читать, узнали что-то новое, нашли новых друзей и просто весело провели время. Мне кажется, она интересна из-за того, что она делает то, чтобы посмеялись или просто улыбнулись. Было весело, чтобы. Василиса Тимощенко приехала в Саров на каникулы и не смогла пропустить возможность приобщиться к созданию новых уникальных историй. Девушка признается, что очень любит читать и что-то придумывать. И такие встречи дарят ей много положительных эмоций. Она вместе с товарищами по команде придумала фантастический сюжет, по которому даже можно снять короткометражный мультфильм. Инопланетянин, летя на своей тарелке летающей, он приземлился неудачно к избушке дракона, задев ее. А у дракона завтра день рождения. Ему исполняется 222 года. Отсылка на пушки, на котором 222 года. Так вот, дракон обижается, так как ему повредили избушку. И уходит к себе обратно. А потом инопланетянин чинит избушку и поздравляет его с днем рождения. Соответственно, хэппи-энд. Все истории, которые дети придумывают во время посещения Библионии, будут размещены на сайте библиотеки, чтобы все желающие смогли прочитать уникальные истории и, возможно, приобщиться к творчеству. Библиотека имени Пушкина ждет всех желающих посетить Библионии каждую среду в 14.00 для лиц старше 6 лет. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова